Прием-прием, здарова всем, с вами HillHertz, и в этом видео я расскажу вам о мышке GMNG730GM. Этот грызун, как по мне, в первую очередь интересен своей ценой и начинкой, которую предлагает. Тут я снова должен сразу сделать оговорку, что этот девайс мне прислали, но никакого ТЗ не было, не просили даже оставить ссылки, так что я буду максимально не предвзят. Внешний вид. Мышь достаточно больших размеров, не гигантских, но и не маленьких. Как по мне, так лучше всего ладонный хват для использования. Покрытие корпуса это soft-touch, а по бокам две вставки, которые отличаются в плане материала. Эти вставки имеют шершавую поверхность, куда скорее всего со временем будет забиваться пот, если ваши пальцы сильно потеют. Есть шесть кнопок и колесико. Две дополнительные кнопки отвечают за изменение режимов подсветки и DPI. Колесико прорезиненное, скроллится очень приятно, имеются отсечки. Нажимается с заметным тактильным откликом. ЛКМ и ПКМ имеют приятный щелчок. Пре и посттревел не слишком большой. Сайт тревел есть, но незначительный. Переключатели заявлены на 5 миллионов нажатий, но я пока не успел столько накликать. Весит мышка 84 грамма, однако в руке почему-то ощущается достаточно тяжелый. По поводу качества сборки. Если сильно задавливать грызуна, то мышка похрустывает. Нет, если вы собираетесь просто пользоваться мышкой и не душить ее, то проблем не будет никаких, я же лишь хочу осветить все нюансы. Боковые панели мне показались немного некрепко сидящими в корпусе. Если верить другим похожим моделям, есть вариации, где эти панели съемные. Полагаю, что GMNG 730GM – это модификация, где панели не съемные, но это все еще отдельные детали, которые вставлены в корпус мышки. Также по корпусу грызуна есть вставки из пластика, который является рассеивателем для подсветки. Подсветка равномерная, приятная, настраиваемая. Колесико тоже светится. Провод в оплетке, длиной 1,80 м, имеет ферритовый фильтр. При использовании почти не замечаешь провода. Ножки тефлоновые скользят очень хорошо. Если сильно давить на боковую часть мышки, то боковые кнопки не нажимаются. Насчет сенсора, здесь стоит PixArt 3327. Касательно моего использования нареканий не было вообще. Самое главное для меня, чтобы не было срывов, а также чтобы сенсор имел хорошую высоту отрыва, чтобы при перехватах не было ненужных считываний. Этот сенсор лично меня устроил полностью. То есть до этого я пользовался мышкой Cooler Master MM710 на сенсоре 3389 и попробовав эту мышку и я почти не заметил разницы, ну разве что в размере и в весе грызуна. В играх мышка показывает себя хорошо. Также для этой мышки есть софт, которым очень даже можно пользоваться, так как он весьма функционален. В софте можно настроить назначение кнопок, создать макросы, если это нужно, а также сделать несколько профилей под разные задачи. Понятное дело, что мышка не самая дорогая, однако весьма функциональный софт как по мне очень большой плюс. Если коротко выделять плюсы и минусы, то из негативных моментов я бы назвал похрустывающий корпус, но опять же это только моя проблема, потому что я пользуюсь мышкой способом перехвата. А из положительных – хороший сенсор, который закроет большинство потребностей среднестатистического пользователя. Что касается цены. Как я понял, мышка стоит в пределах 1500 рублей, можно найти чуть дешевле или чуть дороже, в зависимости от разных обстоятельств и акций. Учитывая этот функционал и начинку, что предлагает грызун, думаю, что это достаточно справедливая цена. Что сказать в заключении. Если вам не требуется играть в игры, где нужен хороший сенсор, то вам, как мне кажется, за глаза хватит мышки из прошлого обзора – это GMNG XM002, а если же вам требуется хороший сенсор для игр, то тогда этот вариант будет определенно лучше. Конкретно для моих задач хватит и XM002, так как я не играю в шутеры. А уж что подойдет именно вам – решать только вам. Надеюсь, что видео окажется полезным для кого-то. А сейчас позвольте мне немного понаглеть, речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Примного всех благодарю за просмотр, всем все хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!